Всем привет друзья! Сегодня я опять на квартире у детей. Смотрю как натянули потолок. Сделали его глянцевым. Коридор здесь хорошо осветили. Кухонную зону, зону отдыха. Я считаю, что освещения вполне достаточно. И два светильника оставили под островок. У них в самом разгаре переезд, поэтому все верно. Вчера только закончили с потолками. Сегодня мы занимаемся гардеробной. Пойдемте я вам покажу. Это большая спальня. Спальня где-то в районе 25 квадратов. Мы ее перегородили напополам. Там даже еще и большая часть осталась с лоджией. Лоджия остекленная. А в этом месте я делаю встроенную гардеробную. То есть здесь будет ложная стенка. Будет гардеробная 2х2. А этот угол уйдет под кабинет. Здесь будет рабочий стол, компьютер, рабочее место дочери. Так, с чего начинаю? Взял вот такие профиля 4х5. Думаю, этого вполне достаточно для стенки. Сейчас делаю каркас. Затем буду зашивать гипсокартоном. И в этом месте, вот здесь, у меня будет метр проем, будут откатные двери. То есть шкаф-купе. Вот такие вот у меня на сегодня планы. Стойки уже выставил. Закрепил потолок. Сейчас делаю низ. И затем буду делать надежный каркас. Работа моя продолжается. Помимо гардеробной, еще нужно добавить свет. Одна лампочка должна включаться в гардеробе. И вот этот угол будем подсвечивать отдельно, где будет кабинет, рабочий стол. Каркас сделал полностью. Начал обшивать гипсокартоном. Вот так выглядит каркас. Ничего сложного. Так, верх это добавил для натяжного потолка, чтобы было для чего зацепиться. Две поперечины. И самая нижняя, это стык гипсокартона, так как у нас здесь сейчас потолок 265, гипсокартон 2,5. Решили внутри гардеробной просто покрасить. Заделаем все вот эти вот, то что высыпалось, вот это, и просто покрасим. Покрасим потолок, покрасим стены. Естественно, перед этим за штукатурью гипсокартон. И все покрасим. Потом будем устанавливать уже откатные двери. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Шкарп гардероб, в принципе, уже готов. Полностью все покрасил, заштукатурил. Осталось вот вывести свет на него, пока не успеваю. Внутри все покрашено. Вот здесь будет еще плинтус, чтобы одинаковым был потолок. Краска еще сырая, пока пятнами проступает. И начал укладку пола. Начал именно с этой гардеробной. Потом пойду дальше, чтобы немножко потом завернуть вот в этот угол. Ну, сейчас я показываю вам гардеробную. Как это все выглядит. Получилось просторное большое помещение. Под шкафы. Дверь буду ставить отдельно. Двери купе. Потом все покажу. А пока вот так. Вот так. Масштаб другой поставил. Теперь видно полностью всю гардеробную. Здесь будут обои. А внутри все под краску. Ну что, друзья. Работа по гардеробу моя практически закончена. Осталось поставить двери. Двери купе. Двери будут раздвижны. И две штуки, как я уже говорил, будут откатываться вправо и влево. Не совсем еще закончено освещение. Поэтому показываю то, что есть. Ничего не успеваю. Фонарь уже повесил. В торце у нас планируется зеркало. Вот так вот разместились здесь два шкафа. По обе стороны. В принципе, под них и рассчитана была вся эта гардеробная. И вот это место осталось под компьютерный стол. Продолжаем укладку кварц-винила. Укладку пола. Торопимся. Дело еще усложняется тем, что приходится сначала все убирать. Перетаскивать на чистое место. С чистого потом убирать дальше. Пол кладется, перетаскивается все на готовый пол. Затем все уже будет ставиться вот в это место на готовый пол. В общем, работы очень много. Все это хлопотно. Пока зять пошел укладывать внучку. Решил вам показать то, что у меня получилось. Ну и в принципе на этом пока все. Заканчиваю свое видео. Нужно работать. Спасибо, что смотрите меня. Поддерживаете. Всего вам хорошего. И до новых встреч. Продолжение следует.